Спасибо большое. И в 2018 году компания Биокат приняла решение подаваться в страны Евросоюза. И, конечно, смотря на всё, что уже прошло на протяжении двух огромных долгих лет, могу сказать, что невозможное возможно. И, конечно, мы тщательно изучали европейское законодательство, скачивали, читали все директивы. В целом сайт ИМА очень логический, очень простой. И документы написаны довольно-таки простым языком для человека, который знает даже минимальный английский язык. Мы изучали опыт и процедуры подачи досье на разрешение клинических исследований, новый закон о охране персональных данных, который вступил, по-моему, в 2018 году. И, конечно, для нас важно, что GMP-стандарты, которые мы соблюдаем, будут равны и будут признаны европейским сообществом при транспортировке и использовании препаратов в исследовательских центрах Европейского Союза. Ну и, конечно, мы не просто изучали все документы, мы вызвали к себе для независимого аудита бывшего инспектора ИМА, который дал нам такое заключение, что в целом мы готовы. Конечно, нужно будет откорректировать какие-то небольшие моменты, но мы готовы подаваться на клинические исследования. С первым исследованием, с которым мы стартовали, это был немелкоклеточный рак лёгкого. Главные задачи, которые перед нами стояли, это выбрать небольшой размер СИАРО. Почему небольшой размер? Потому что для нас важно было, чтобы бюрократические процессы внутри компании не затягивались так долго, как это возможно в больших, огромных корпорациях. Для нас важно было, чтобы сотрудники, которые находятся в СИАРО, были русскоговорящие, так как наши, в принципе, все сотрудники, они русскоговорящие. И некоторым действительно было бы очень сложно общаться на таком более профессиональном GCP, GLP или GMP языке. Также для нас было важно наличие собственного склада. Чуть попозже я расскажу, какие особенности мы увидели и столкнулись во время транспортировки препарата в Евросоюз. Конечно, клиентоориентированность и быстрый набор в исследовании. Мы, могу сказать, нашли такое СИАРО, это Восточная Европа, небольшой размер. Они учли все наши критерии, которые мы хотели. По цене мы сошлись практически сразу, так как формирование бюджета и контроль бюджета, конечно же, лежит за спонсором. И важно понимать, что те деньги, которые мы планировали и заложили в бюджет, не превысят тех норм и стандартов, которые были изначально. Но быстрый набор, конечно, у нас не получился в этом исследовании, так как всем известно, это ужасное слово COVID, которое уже у всех на языке на протяжении больше полугода. И действительно, все центры, которые мы открыли в Европе, были практически на стопе. И вот только сейчас приходят сообщения, что центры открываются потихонечку, и вот они начинают скринировать пациентов. Второе исследование очень сильно отличалось по организации и подходу от исследования с раком легкого. Следующее было – это рак шейки матки. Наше научное сообщество, компания Биокат, в свое время, по-моему, даже здесь, на «Онко-белые ночи» симпозиуме познакомились с представителями европейского онкогинекологического сообщества. Они стали нашими проводниками, нашими менторами в подготовке исследований в Европе. Конечно, это довольно-таки сильное научное сообщество, которое – это огромный опыт проведения клинических исследований совершенно разных фаз от первой до четвертой. У них есть сильные научные знания, профессура, которые знают, как правильно сотрудничать с настоящей промышленностью. Ну и, конечно, они имеют представительство совершенно в разных европейских странах, группы, а также есть представительство в Турции и в Израиле. И, соответственно, конечно, нужно было подобрать такую гибридную, наверное, модель управления, чтобы и СИАРО, и АГО – это представители немецкой группы INGOT – могли быть вовлечены и правильно расставить все, наверное, приоритеты, ответственности, роли, сроки в этом исследовании. И, конечно, нам не получилось в этом исследовании взять СИАРО небольшого размера, так как у INGOT были тоже свои предпочтения по странам, которые участвуют в исследовании, куда входила Турция. А европейское исследование, конечно, и европейское СИАРО не всегда имеет своих мониторов и своих регуляторов в других странах, в отличие от европейских регуляторов. Соответственно, мы, могу сказать, в целом встретили критерии, которые мы изначально для себя поставили. Мы взяли СИАРО среднего размера, у нас есть русскоговорящие сотрудники, проектный менеджер, который может вести всю нашу команду. Есть проблемы с процессами согласования, но, учитывая, что СИАРО очень клиентоориентированное, они все наши процессы, подписание договора, согласование форм, особенных именно в этом исследовании, действительно ставят в приоритет, что для нас это очень важно. Ну и, конечно, ковид всех подвел, и действительно была такая очень огромная задержка в даже получении разрешительных документов. Мы прошли огромный опыт и этап научного консультирования с европейским сообществом. Было несколько флоп-визитов, было несколько звонков, и мы получили в итоге ответ от ИМА о том, что действительно наша программа, выбранная в раке лёгкого и в раке шейки матки, подходит всем европейским стандартам и действительно готова к подаче на получение разрешения. Самое важное и самое сложное было сесть и в самом-самом начальном этапе договориться, кто за что отвечает. Мы действительно долгое время потратили на матрицу РАСИ, так как у компании Биокад своё подразделение клинических исследований, это включая мониторов, включая дата-менеджеров, включая координаторов. И действительно нам важно было, чтобы всё правильно было описано, всё правильно было описано на документах, чтобы потом не было никаких вопросов о том, кто за что отвечает. И, конечно, нам это далось, могу сказать, не так легко, но нам это далось. И действительно все показатели, ключевые работы с CRO и оценки на каждом этапе, они были осуществлены. Мы даже провели аудит стартап-периода с CRO и с нашими коллегами, который показал небольшие замечания, которые действительно коллеги сделали и исправили буквально за короткий период времени, даже в ковидное время. Ну и, конечно, с нашей стороны был полный и тотальный контроль качества пакетов документов при подаче в регуляторные органы, где действительно показали наивысший опыт и наивысшее знание наши сотрудники путём того, что мы даже получили практически с одного запроса. И даже есть страны, где не было запросов, мы получили разрешение. И, конечно, наше CRO и наши партнёры и наша команда была нацелена на быстрый подбор исследовательских центров и их одобрение. Наша проектная команда контролировала параллельное согласование контрактов с центрами и подачи в локальные этические комитеты. Ну и, конечно, важно, чтобы процедура текущей проверки готовности центров была на высшем уровне и, как можно, так сказать, на регулярной основе. Ну и вы здесь видите о том, что мы выбрали страны, которые охватывают и Восточную, и Центральную Европу. И мы получили от первой подачи до первого одобрения в течение практически двух-двух с половиной месяцев разрешение на получение клинических исследований. Действительно, для нас это, могу сказать, огромная гордость, потому что ни одна российская компания ещё таким замечательным успехом не может похвастаться. Здесь, конечно, заслуги огромные всей большой команде компании «Биокад». И, возвращаясь к вопросу логистики, который я упомянула в начале, действительно, для нас очень важно, чтобы мы ввезли препарат на территорию Евросоюза без каких-либо проблем. Учитывая, что у компании «Биокад» на сегодняшний день нет GMP-сертификата европейского, важно, чтобы препарат прошёл некий QP-релиз. Сложно сказать, как это по-русски звучит, но выпуск препарата из GMP-зоны. И, соответственно, наш QP-человек, который находится на территории Европы, это особый человек, у которого есть особые права для того, чтобы выпускать препарат или выпускать препарат для таких спонсоров, как, например, российские. Мы прошли огромный длительный аудит всех площадок, откуда был препарат отправлен, от готовой лекарственной формы, от субстанции до склада, откуда препарат должен был отправиться. Мы получили QP-релиз и уже отправили препарат, и, на самом деле, уже даже пациенты у нас лечатся в этом клиническом исследовании. Важно понимать, что качество досье на препарат при подаче в регуляторные органы проходит тщательную проверку со стороны как СИАРО, так и наших специалистов. Мы учли всю особенность GMP-маркировки и учли особенность выпуска серии препаратов для каждой страны. И могу сказать о том, что важно, что центральный сертифицированный европейский склад, который прошёл наш также аудит, очень тщательный, был одобрен. И сейчас этот склад действительно помогает нам полностью рассылать в течение практически суток препарат в исследовательские центры путём налаженной системы рандомизации с алгоритмом автоматического расчёта потребностей препарата в центре. Ну и, конечно, помогает нам автоматически управлять запасами препарата на складах и в центрах, потому что всё-таки препарат мы высылаем из России, это не так легко и просто, и не так быстро выслать препарат в Европу. То, что я говорила, мы выбрали гибридную модель управления проектом, действительно показало наивысший профессионализм со стороны наших сотрудников, так как наш глобальный проектный менеджер контролирует все стадии проекта на каждодневной, каждой еженедельной основе. И то, что мы чётко распределили обязанности между спонсором и CRO, помогло нам пройти все этапы стартапа без каких-либо сложностей и проблем и недопонимания. И, конечно, мы внедрили здесь рискориентированный подход путём внедрения в электронную систему, и мы протестировали данный подход на этом исследовании и показали уже хорошие данные о том, что риски действительно нужно мониторить. Согласно новой последней поправке GCP, где являются обязанности спонсора, это всё ведётся нашими коллегами, нашими проектными менеджерами. Ну и, конечно, путём гибридной модели мы оптимизируем ресурсы компании, оптимизируем финансовую сторону управления проектом. И, конечно, для меня очень важно, чтобы вся команда, которая участвует в этом исследовании, получила опыт в старте и проведении международных исследований. И могу сказать, что это действительно подняло нас на практически 100 шагов наверх, что сотрудники действительно могут самостоятельно уже понимать, насколько важно иметь контроль системы менеджмента качества как лабораторий, потому что лаборатории в онкоисследованиях участвуют совершенно разные, как и безопасность, так и онкогенетические лаборатории, склад, система управления данным. Также у нас участвует система независимого подсчёта опухолей, которая, согласно РИЦИСТу, АРЦИСТу, тоже участвует в этом исследовании. Также прошли наш аудит. Впервые мы внедрили международный подход в управляющем комитете исследования. Буквально недавно мы провели уже второе заседание с коллегами Ингот. Мы провели уже три или четыре, по-моему, независимых комитета по мониторингу данных, которые показывают тоже свои результаты, особенно внедрение заслеплённых, разослеплённых данных. Это действительно показывает такой очень крутой международный опыт российской компании. Ну и, конечно, весь наш такой вот гордость, то, что мы действительно стартовали два огромных исследования с нашими замечательными сотрудниками из Европы и онкогинекологическими, и химиотерапевтами Европейского Союза. И мы получили наивысший ответ и действительно похвалу со стороны сотрудников, которые видели, я уверена, ни одни исследовательские митинги, ни одни документы, подготовленные и Большой фармой, и европейскими, и американскими спонсорами. И могу сказать, что действительно отзывы были настолько потрясающие, что была такая, вы знаете, гордость за то, что в нашей стране есть ребята, умные организаторы, которые и прекрасно говорят по-английски, и знают своё дело, любят своё дело, и за него очень сильно горят. Вот как-то так. Продолжение следует...